МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этот день открывает черговый этап выборчай кампании. С 17-ти на участках начнутся дежуры членов выборчих комиссий, которые допомогут гражданам ознайомиться со списками выборщиков и при необходимости дадут квалификованную консультацию. На первые дни для них были организованы тренинги, на которых выучались законодавшие акты и расследовались все макчимые ситуации, которые могут возникнуть на участках. По информации областной комиссии, за разборотьбу за депутатские мандаты на Гомельшине протягивают 67 кандидатов. Основная форма агитации на этом этапе – особистая сострэши с выборщиками по месту работы тежихарства, разом с теми, которые с претендентов значной активности по куль не проявляют. 16 практически не имеют ни одного доверенного лица. Это тоже настораживает. И, конечно, шансы в этого кандидата провести полноценную агитацию резко снижаются. Более 10 кандидатов сегодня отказались от бесплатного времени по выходу в эфир, как на телевидении, так и на радио. То есть, не объясняясь серьезно своих мотивов, то есть практически не пришли для записи. Субботние телефонные линии местовых органов Улады протягивают свою работу. Завтра же хары региона смогут звернуться с пытаниями до керавника справ Аблвыконкама Алены Уладимировны Кличковской. Звонки принимаются по номеру телефона у Гомеля 75 12 37. С 9-го 1 ранец и до 12-ти. В этот час на пытаниях Амельчана откажет керавник справ Гарвыконкама Алексей Анатольевич Васюченко. Номер телефона 71 07 62. Беларусь нафта протягнет реализацию буйных проектов в Украинах Латинской Америки. Но в опошний час акцент у работе беларусов робится на Эквадор. Еще один замежный проект – заходная Сибирь и паудневые регионы России. При этом предприемство не планует заменшать объемы с добычей нафты и в Беларуси. Наш корреспондент Ягген Пабалавец принял уделы у пресс-туры «Беларуснафты» для беларуских СМИ и готовы поделиться подробязностями. Объем с добычей нафты в Беларуси на протягу опошних 4 годов не изменшается. Компания «Штоход» с добывая на Полеских родовищах больше за 1,5 млн тонн нафты. Захование этого у зродня с добычей – одна из главных метов в работе «Беларусьнафты» на ближайшие годы. Гэта речицкая найбуйнейшая и найстарейшая родовища у Беларуси. И хоть зараз оно эксплуатуется на 4-й опошней стадии, перспективы под добычей нафты все равно застаются. Наверное, при источниках технологиях нафту тут можно добывать как минимум 30 годов, а з уликом новых технологий – в уголе 50. Гэта мусприяе ресурсная база. Особные запасы выпрацовываются, одночасово открываются новые. Удосконаливаются технологии нафтоздобычи. Зараз они дозволяются эффективно забывать вуглеводороды со свідравин, які ранее были признаны нерентабельными. С каждым годом появляются все новые реагенты, которые закачиваются в пласты, которые вытесняют нефть. Лучше происходит вытеснение нефти из пласта. За счет этого увеличивается добыча. И это сейчас повсеместно применяется на всех местопрочениях Беларуси нефти. Также сейчас начали усиленно проводить гидроразрыв пласта, что тоже приводит к более полному извлечению нефти из пласта. Применение новых технологий на полезких родовишах дозволяє значно повышать узровень работы беларуских нафтовиков по сдобыче черного золота. У свою чергу поширается экспорт послуг. У планах Беларусьнафты – больше широкомасштабное развитие блока свідравания у Заходной Сибири. Задача – не просто замацаваться на деючих позициях, а ли в ближайшие годы заробить истотный крок наперед уголовным накерунку для нафтоздобывающих компаний – будування новых свідравин. Мы стремимся работать в России во всех сегментах нефтяного рынка – это и добыча, и сервис. И кроме того, мы сервис выполняем не только на территории Российской Федерации за счет или с помощью дочернего предприятия, но и за счет тех структурных подразделений, которые находятся в Республике Беларусь, но в нужный момент со своими мощностями, специалистами и рабочими готовы прибыть для выполнения работы услуг на территории Российской Федерации. Еще один знакерунок – Эквадор. В этой краине специалисты Беларусь-Нафты реализуют буйный проект по геологову Веццы. Говорка идет про сейсмичную вздымку 3D на трех блоках площадь 2000 квадратных километров. В летость был завершенный аналогичный проект на крыху меньшей площади. За эту работу Беларусь-Нафта отримала международную знагороду лепший сейсмичный проект у Латинской Америцы. Замежные проекты по сейсмовой Веццы выгодны для Беларусь-Нафты и в значной ступени заявляются в изначальными в выполнении компании заданий по экспорту послуг. Их объем не изменчився в опоштные годы, не глядяши на истотное падение цен на нафту. Леуген Поболовец, Сергей Лукашук, телерадокомпания «Гомель». На первые дни нового научного года в Украине стартовало специальное комплексное мероприемство «Увага, дети». У приватности до пятого вирусня водители повинны в день ездить с включенным близким светлом фар. Как выконывается это потребование на «Гомель», что не сегодня подчас специального рейда проверяли супрацовники областной державной инспекции. И они вышли на улицы областного центра, чтобы еще раз нагадать водителям об необходимости включения близкого светла. При себе инспекторы имели информационные буклеты, которые уручали порушальникам. Дорогие, как показал рейд, большинство своей автоматуры притримливаются в этом из всем нескладанного правила. Те же, кто сегодня трапил улик порушальников, зарабили это не наумысленно, как правило, за особистой неуважливости. Забыл включить свет. Рад, что вы напомнили мне об этом. Я уже вернулся с рейса и прочел в новостях, что с четверга необходимо ездить с включенным фаром в свет, чтобы дети замечали. Я, как водитель и отец, все-таки это уменьшает аварийность на наших дорогах. Подчас проведения сегодняшнего контрольного рейда областной ДАИ водители, которые рухались без включенных близких светла фар, обошлись только по перейджене. Однако до пятого вирусня за это порушение продухледжены и штрафы. Госавтоинспекция Республики Беларусь проводит с 25 августа по 5 сентября специальное комплексное мероприятие «Внимание, дети!». В связи с этим всем водителям, двигающимся на автомобилях, нужно двигаться с включенным с ближним светом фар, либо ходовыми огнями, если такие имеются. Согласно подпункта 166.9, пункта 166 правил дорожного движения. За неисполнение данного пункта идет административная ответственность в размере до полбазовой величины, то есть, соответственно, 105 тысяч нединаминированными рублями. На пяре до дни нового научного года на Гомичине протягиваются доброчинные акции по сбору школьных приналежностей для детей, которые имеют потребу в допомозе. Не застается в Баку и Белорусский Республиканский Союз молодцы. Молодые люди принимают эту делу в Агульно-Республиканской акции под названием «У школу с добрым сердцем». Ее главная мета – допомогать детям с малозабеспеченных семьями подрихтоваться до школы. Долучиться до этой доброй справы может каждый, жадающий. Акция протягнется до 15-го вирусня. Вторая шестьяне початку будущим першоклассникам уручено 70 школьных портфелев. Яше 60 чекают своих владельников. В любой день вы можете обратиться в первичные организации Белорусского Республиканского Союза молодежи. В территориальных комитетах во всех созданы такие штабы, которые принимают все констовары, принимают всю спонсорскую помощь, которую любой житель города Гомеля, необязательный член БРСМа, может оказать и захочет подарить вот это тепло деткам. Сегодня у Гомеля открылась спартакиада «Аблспожил Союза». На протягу двух дней кооператоры за всей в области будут вызначать мощнейшего умения в футболе – волейболе, перетягивание канату, шматбор и инших видах. На спортивный форум собрались больше, чем 400 человек. Кировничество организации протягивает добрые традиции, закладенные еще 10 годов тому. Спорт и физичная культура за все были неотъемной часткой в работе кооператоров. И они дороги здоровья, добрый настрой сябровского соперництва, и, что не меньше важно, уплывают на вытворшие покажки. Супрацовники, которые постоянно занимаются спортом и працуют лепш. Дорогие на областной спартакиаде и на любых спортивных споборництвах, иснуют и свои фавориты. Вось уже шесть годов команда Житковицкого района немая ровных, а команда Гомельской в области на аналогичных республиканских баталиях перемогая пять годов в Запор. И тому спартакиады – это еще и максимальность проверить силы перед стартами, которые празмесяц у Витебска сберут кооператоров за всей краю. Они настолько готовы бороться за престиж команды, за спортивные достижения, за честь команды. Они готовы, я не знаю, в другой раз просто вот видишь, и душа радуется, что наши спортсмены так относятся ответственно к этим мероприятиям. Как правило, я всегда говорю, это и работники хорошие на рабочих местах, это наши лучшие специалисты. Они и в работе такие, и они и в спорте такие же. Вот как-то стараются быть всегда первыми, быть всегда лучшими. Они и в работе такие. А пошние летние дни еще порадуют спиакотой. По информации областного гидрометриоцентра, на наступных выходных будет без опадков. Максимальная температура по ветру в нашей складе плюс шатернадцать, шастнадцать, у день плюс двадцать семь, трыцать два градусы. Отповедный характер на дворе заховается и на початку наступного тыдня. У ночи на понеделок слубки термометров покажутся до плюс восемнадцать, и у день шакается до плюс трыцать двух. На этом выпуск завершен. У студии працавал Александр Гамоля. Усяго доброго и до встречи в эфиры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин